МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел реализовать себя как воин, но не предоставлялась возможность этого сделать? Не можешь дождаться открытия границ для добровольцев? Группа Вагнера готова взять тебя в боевой поход по ближнему зарубежью. С марта руководство ЧВК Вагнера испытывает острую нехватку людей. Зазывают разными способами объявления в пабликах ВКонтакте, рекламные ролики на Ютубе, обзвон ранее не прошедших отбор кандидатов. Критерии набора сильно упростили. Берут теперь жители Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Наличие долгов перед службой судебных приставов или отсутствие загранпаспорта тоже перестали быть помехой. Более того, к лету кадровые проблемы в частной военной компании стали такими серьезными, что сейчас бойцами ЧВК могут стать даже заключенные. Начиная с самого конца июня и до середины июля в геометрической прогрессии начался рост сообщений на горячую линию ГУЛАГУНЕТ из разных регионов России. Горячая линия, она разрывалась и, наверное, процентов 70-80, процентов сообщений, которые к нам поступали, были от родственников заключенных и от самих заключенных. В отличие от мобилизации на воле, география вербовки заключенных не ограничивается удаленными от Москвы регионами. Предлагают поехать на фронт в колониях Ленинградской, Ярославской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Мордовии и не только. Вербовщики предлагают осужденным контракт. Полгода на фронте, зарплаты до 200 тысяч, а затем возвращение домой и помилование. Набирают и тех, кто в армии служил, и тех, кто нет. Две истории вербовки. Одна история, легенда. Поедут строить, восстанавливать Донецк, Луганск, строить и где-то немножечко-немножечко помогать саперам и минерам, потому что есть здание, в которое невозможно зайти. И здесь очевидно, что, к сожалению, скорее всего, их будут использовать как минное мясо и будут беречь саперов. А вторая история – это штурмовые бригады, это звенья по 12 человек, внутри которых там будет четкая ротация, там два или три самых крупных, самых сильных, тащат какой-то тяжелый груз, ну, видимо, какое-то оборудование, оружие. Кто-то полегче, кто имеет хотя бы какой-то минимальный опыт там перезарядки автомата и понимает, что такое прицел, вот их будут использовать именно в качестве стрелков в этих бригадах. В июле вербовщики посетили минимум 17 колоний. В некоторых из них сразу после отъезда представителей ЧВК переставало работать сервис «Зона Телеком», который позволяет созвониться с родственниками. Но на воле все равно узнают о том, что осужденным предлагают поехать на фронт. О том, как это происходит, рассказывает заключенный ИК-2 в Рыбинске. Его голос мы изменили. Другой заключенный этой же колонии утверждает, что вербовать в ЧВК приезжал лично Евгений Пригожин. Телеграм-канал «Житель МЛС» публикует пересказ слов так называемого «повара Путина». Заключенные. Я представляю ЧВК «Вагнер», и у меня имеются все полномочия от высочайшего руководства России для того, чтобы призывать заключенных на войну. Я сам сидел в тюрьме 10 лет, и поэтому думаю, что вам понравится мое предложение. Если коротко, то вы воюете с нами в течение полугода, а в обмен на это вам будет подписано помилование и полное снятие судимости, вне зависимости от статьи и оставшегося срока. К вопросу о том, являетесь ли вы пушечным мясом. Это война, и на войне все это пушечное мясо. И вы не больше прочих. Вы будете жить в тех же окопах, в тех же условиях, что и мои ребята. Есть ту же еду и лечиться в тех же госпиталях. Как рассказывает бывший наемник ЧВК Марат Габидуллин, раньше Пригожин никогда не общался с бойцами лично. Казалось бы, зачем, к чему, там есть определенный штат сотрудников, которые могут этим заниматься. Зачем самому непосредственно ездить по колониям и призывать. Но вот эти вот заявления, вот эта вот риторика, очень сильно напоминает именно его слой, его манеру. Помимо свободы, представители ЧВК Вагнера обещают крупные компенсации. 5 миллионов рублей семье в случае смерти, 1 миллион за ранение. Точно подсчитать, сколько человек пошли на эту сделку, невозможно. Но правозащитники говорят о нескольких сотнях заключенных, подписавших такие контракты. Естественно, поскольку, как я уже сказала, вся эта история с вербовкой находится в серой зоне, никаких формальных юридических обязательств ни одной стороны быть не может. Равно как и каких-то гарантий, которые позволили бы говорить о том, что человеку будет положена какая-то выплата либо в качестве компенсации за службу, либо в качестве компенсации за вред здоровью, или в случае смерти выплаты, как публично заявляется, выплаты родственникам. То есть все то, что людям обещают, как правило, это совершенно ничем не гарантированные какие-то обещания. По словам заключенных из Рыбинской колонии, Евгений Пригожин говорил, что ожидаемая смертность бойцов ЧВК 15%, а большинство смогут через полгода вернуться домой. Однако правозащитники подвергают сомнению эту цифру. Я могу сказать, что даже Вагнер в лучшем своем состоянии, а лучшее, самое боеспособное состояние Вагнера, это был 2017 год, по окончанию уже перезорской операции. Даже в этом состоянии эта бригада не очень-то и была готова к войне против армии западного типа. Даже в этом состоянии она очень сильно уступала в плане того, что все вот эти вот отряды, подразделения, они полный курс подготовки не прошли. Сейчас вот эти вот подразделения, это скоротечный такой вот период подготовки, ну цикл там минимальный, практически постреляли и отправили. Это практически слабо организованная толпа. То есть они предназначены только для выполнения, вот четко они предназначены только для выполнения вот этого элемента наступательного боя, атака. О первых смертях заключенных наемников сообщили журналисты издания «Важные истории». Их источники говорят о гибели трех человек до недавнего времени отбывавших наказание в петербургской колонии Яблоневка. Получили ли их родственники компенсации, неизвестно.